Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов. Вы большие молодцы, поставили 5000 лайков вчера. Это получается заключительный ролик на этой неделе, но это не значит, что на следующей неделе ничего не будет. Будет обязательно, ставим здесь тоже 5000 лайков, а сейчас вы поймете, почему это такой выпуск, так скажем, выездной. А все потому, что сегодня у нас на проверочке вот такая реклама. Я очень-очень давно хотел проверить эту штуку, но вот она мне попалась, так скажем, именно сейчас. Это такой браслет на руку, да, и где появляется вот этот вот шар, наполненный водой, и он тебя может спасти в любой момент, так скажем, если ты вдруг начнешь тонуть. Итак, наконец-то я получил в свои руки то, что хотел очень давно. Но это, я хотел этому посвятить отдельный выпуск, но, собственно говоря, сегодня это и есть отдельный выпуск. Так, ну здесь, в общем-то, ничего такого замудренного особо пока что я не вижу. Коробочка довольно-таки симпотная. Вот это вот устройство у нас, вот оно, но не знаю, так и должно быть или нет. Смотри, здесь все так торчит. Как-то, честно, не внушает доверия. Так, ну и два баллончика. Так, у нас есть. И инструкция. Так, 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 тут все понятно. Что-то здесь, видимо, показано, как нужно ее использовать, если вы уже ее вскрыли. Так. А как ее использовать, если вы еще ее не вскрыли? Здесь, в принципе, особо-то не показано, как. Ну, короче говоря, я так понимаю, баллон вставляется вот сюда, но это логично. Просто, знаете, я, честно, не понимаю. Вот смотрите, вот сюда вставляется баллон, да, вот мы сюда вставляем баллон. Так она же... А, видимо, она начинает работать только после того, как ты вот эту хреньку выстрелишь. Так, что ли? Блин. Так, ну вроде бы все. Все. Вот эту штучку убираем, и она нас вверх тянет. Честно, я очень волнуюсь, прям капец. Так, что мы имеем? И вот так. Сначала попробуем с ней просто поплавать, удобно, нет? Теперь давайте ее подготовим, ну и уже попробуем тонуть с ней. Ну, она меня прям вытянула, реально. Я прям почувствовал, как она меня начала тянуть. Странная получилась неделя проверки рекламы TikTok. Были какие-то и недочеты, я очень много, честно скажу, торопился, потому что было сложно видео каждый день выпускать. Это реально, это очень сложно. Было мною, как мне кажется, допущено три ошибки, по вашему мнению. Но я пока что согласен только с двумя ошибками. Это насчет зубных щеток, там, где я сказал, что это подсветка. Это, скорее всего, действительно, это ультрафиолет для того, чтобы от микробов щетки очищать. Да, я тут, я, скорее всего, согласен. Вторая ошибка, это там, где я складываю футболки, я вверх ногами. Но, в принципе, не суть вверх ногами, не вверх ногами. Главная претензия моя была в том, что они были кривые. То есть, вверх ногами, не вверх ногами их использовали, это все равно, правда. Они просто прислали мне их кривые. Ну и третья ошибка, по вашему мнению, это то, что я неправильно сделал с зеркалом вот эту штуку. И вот тут, я пока что, пока что тут я не согласен. Потому что, действительно, мне могли прислать нерабочий вариант. И были объективные, нормальные, адекватные комментарии, где так, люди писали, что Костя, ждем перетест. Возможно, тебе прислали нерабочую вот эту пленку. Вот, я уже заказал ее, все хорошо, перетестим. Именно вот ту же самую я заказал специально, потому что, ну, мне просто интересно. Это полностью прям вот как в рекламе. Все, короче говоря, максимально постараюсь сделать. Я их заказал несколько штук, так что у меня будет несколько попыток. В любом случае, посмотрим, да или нет, это будет вот уже, получается, на следующей неделе. И даже вот этот вот последний, сегодняшний выпуск тоже, он хороший. Все, мне прям все нравится. И тест сам прошел хорошо. Но, блин, со звуком, конечно, не учли того, что после того, как камеры находятся в воде, потом они плохо записывают звук. Ну, ладно, но зато для меня это большущий-большущий опыт, когда ты каждый день выпускаешь ролик. Притом, в принципе, это полноценные ролики. То есть, это не какие-то там, знаете, там минутные, двух минут. Там полноценные ролики. Это очень сложные физически, морально и материально. На следующей неделе выйдет, как минимум, наверное, даже три видео, а может быть, даже и больше. И, естественно, выйдет предновогоднее видео, где я вам расскажу вообще, что происходило, что происходит и что будет происходить. Ну и вообще, почему я в этом году запорол свой канал. Я все об этом расскажу, так что ждите. Ну, а вас я очень хочу поблагодарить за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы ставили все равно в каждое видео более 5000 лайков. Для меня это очень ценно. Я вам очень сильно благодарен. Спасибо вам. С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока. С вами был Костя Павлов.